Пока Александр Сапожников гуляет по Владивостоку в составе делегации Забайкальского края на Восточно-экономическом форуме, планерку ведет Андрей Гренишин. Первый вопрос остается нерешенным уже более месяца – провалы. При этом по датам, если посмотреть, ну есть там уже, скажем так, долгое время провалы не отработаны. Эту работу все-таки надо как-то заканчивать. Сейчас уже холода начнут и уже качественно там не проведут работы. Поэтому надо сейчас в сентябре активно этим заниматься. От провала по провалам к следующему провалу. Тут уже подрядчики и капитальный ремонт. Участвовали в комиссии по приемке капитального ремонта крыши по новопроточной, не приняли, есть замечания. Не приняли также и ремонт фасада, капитальный ремонт фасада по Северному-42, так как работы были выполнены не в соответствии с технологией. Программа «Тысяча дворов» тоже на финальной стадии. Правда, и сдать подрядчики должны были новенькие дворы еще в середине августа. И готова меньше половины. По реализации программы «Забайкальский дворик». То есть у нас для реализации сейчас участвуют 99 придомовых территорий. Работы ведутся на 91. В полной готовности у нас 41 двор. По асфальтированию, по освещению все дворы готовы. Мы направили сегодня заявку в Минджикахана финансирование. Часть работ мы по освещению уже приняли. Также идут к окончанию работы по паркам «Гагаринский» и «Солнечный». Знаете, какое предложение? Мы вчера прошлись по «Гагаринскому». Там очень много подпорных стенок. И было бы здорово, если как-то вместе с жителями, снутри сделать красивые графики. Потому что если это не сделаем мы, то дети там уже мелом рисуют вовсю. Пока только мелом. Стенок много, снутри нечастие, как некрасиво. Гагаринский обыграет. Гагарин нарисовать ракету какую-нибудь. Хорошо принято. Идея хорошая. Но уже она звучала со стороны общественников. Поэтому в этой проблеме не видим. Пусть нам сдадут, а потом мы уже будем... Ну, отработайте. На этом с благоустройством все. Совсем скоро должны потеплеть батареи в домах. В администрации, несмотря на скепсис, назревшие в обществе по вопросу подготовки к отопительному периоду, уверяют – все по плану. По подготовке домов к ОЗП. То есть на данный момент у нас готовность составляет 90,5% из 1757 домов. Там остались такие управляющие компании, как УК «Каштаг». Половина у них сдана. «Кинон» – это дома в Ингодинском районе, аварийный фонд. Они до сих пор утепляют тепловой контур. «Журавушка» у нас не сдала ни один дом из двух. И «Домашний очаг». Там заключается соглашение с ТГК-14. Поэтому я думаю, что к началу отопительного сезона проблем не будет. ТГК-14 на связи? На связи. Да, слышно. Виталий Александрович, скажите, пожалуйста, по графику, как по работам у вас? Все нормально? Нет сбоев? Все в плане. Сегодня в ночь затоплена Читинская ТЭЦ-2. То есть, котел запущен, трасса прогрета. Сейчас приступили уже к открытию всех врезок от ТЭЦ-2 города в Теплокрасе. Спасибо. Потому что обращений много поступает, что долгое время нет горячей воды. Надо эту историю заканчивать. Вячеслав Батлинский, Алексей Павлов, ЗАПТВ.